Методика иноязычного образования Лекция 5. Тема лекции Сущность компетентности методологической современной иноязычно-образовательной парадигмы как системы межкультурно-коммуникативного иноязычного образования План лекции 1. Парадигма 2. Интерпретация концепции межкультурной коммуникации 3. Межкультурная система обучения иностранному языку 4. Суть парадигмы современной иноязычной методологии в системе межкультурной коммуникации иноязычного образования Цель и задача 1. Определить понятие парадигмы 2. Рассмотреть интерпретацию о концепции межкультурной коммуникации 3. Изучить межкультурную систему обучения иностранному языку 4. Изучить суть парадигмы современной иноязычной методологии в системе межкультурной коммуникации иноязычного образования Таким образом, парадигмы – это совокупность теоретических и методологических положений, принятых научным сообществом на известном этапе развития науки и используемых в качестве образца, моделей, стандарта для научного исследования, интерпретации, оценки и систематизации научных данных, для осмысления гипотез и решения задач, возникающих в процессе научного познания. Под межкультурной парадигмой будем понимать систему теоретических и методологических положений в научной области, межкультурная коммуникация и межкультурное образование, принятую научным сообществом в качестве платформы для исследований. Образовательный парадигм можно сделать вывод, что для обозначения традиционной образовательной парадигмы используется несколько понятий. Термин «целевая парадигма» для обозначения образовательной ситуации господствовала до появления компетентности парадигмы. Главным основанием для этого есть тот факт, что целевая парадигма предусматривает выделение четырех типов целей обучения иностранным языкам – практическое, воспитательное, развивающее и образовательное. Эти традиционные цели были предложены доктором педагогических наук профессором Николаевым. Обращение к новой компетентностно-образовательной парадигме обусловлено целым рядом объективных обстоятельств, среди которых наиболее значимыми являются следующие. Как известно, современная экономическая и культурная ситуация требует от человека умения сосуществовать в общем жизненном пространстве, что означает быть способным строить диалог со всеми субъектами этого пространства, уметь налаживать гуманитарные межкультурные связи между представителями разных культур и стран. Иностранный язык выступает в этой связи, наверное, единственным возможным инструментом, с помощью которого становится реальным создание отношений, взаимопонимания и взаимодействия между представителями разных лингво-этнических сообществ. Отсюда целиком очевидна есть необходимость переориентации ученых на проблемы межкультурной коммуникации, а точнее на проблемы формирования изучающих язык способности эффективно участвовать в ней. В контексте компетентного подхода необходимо уточнить следующие определения термина иноязычного образования. Монография Кунанбаева «Иноязычное образование» обоснована как самостоятельная отраслевая область, имеющая собственную, отличную от языкового образования, теоретику, методологическую базу, основой которой является межкультурно-коммуникативная теория обучения иностранным языкам. Субъектом межкультурной коммуникации стал объектом внимания теории и методикой обучения иностранным языкам в формировании социокультурной компетенции в процессе изучения иностранного языка. Мотивация делится здесь на внешнюю и внутреннюю. Обращение к новой компетенции образовательной парадигме обусловленной современной экономической культурной ситуации. Межкультурная коммуникация, как совокупность специфических процессов, принадлежит к разным лингво-этнокультурным сообществам. Ориентиром для внедрения компетентностного подхода к содержанию иноязычного образования выступают общеевропейские рекомендации по языковому образованию. Когнитивный принцип не отражает в полной мере специфики иноязычного образования. Социальный аспект данного принципа может быть синтезирован с психологическим и рассмотрен как социально-психологический в рамках сугестивной модели общения. Когнитивно-социальный принцип реализуется в процессе структурирования студентами различных типов коммуникативной деятельности, выборе варительных когнитивных приемов, мета-когнитивных, планирование, самокоррекция, самооценка, когнитивных, повторение, классификация, догадка, социальных, сотрудничество и другое, эффективный контроль эмоций. Принцип совместной культурологической деятельности. Данный принцип опирается на специфику процесса коммуникации, который детерминируется в современных условиях культурными традициями общества, социума, отдельных сообществ, а также реальной мультикультурной средой. Данный принцип совместной культурно-творческой деятельности. Этот принцип опирается на специфику процесса коммуникации, который детерминируется в современных условиях культурными традициями общества, социума, отдельных сообществ, а также реальной мультикультурной средой. Совместная культурно-творческая деятельность должна способствовать процессам социализации студентов, их приобщению к культурным стандартам страны изучаемого языка. Наиболее эффективным в связи с вышеизложенным положением представляются следующие формы методы современной культурно-творческой деятельности. Коммуникативно-ориентированный метод, как магистральное направление и подготовки студентов к реальному практическому общению, ролевое дискуссионное общение, как форма организации обучения межкультурной коммуникации, обучение речевому взаимодействию на основе максимальной реализации творческого замысла. Для реализации данного принципа выделены следующие модели совместной культурно-творческой деятельности, информационно-культурное обеспечение, заключающее преобразование порядочности, учет особенностей реальной мультикультурной среды и направленность совместной культурно-творческой деятельности на сохранение и вложение всего многообразия. Также концептуальный приоритет инокультуры, под которым понимаем систему новых фоновых знаний речевых или языковых единиц, опыт культурных субкультурных практик студентов, в который включаются умения, навыки, реализации коммуникативных интенций. Таким образом, концепция современного инозичного образования направлена на реализацию основополагающих принципов межкультурной коммуникации и предполагает, в частности, определение соотношений лингвистических и общекультурных компонентов содержания профессионального иноязычного образования и пути их адекватной интеграции, реализацию данных подходов к формированию знаний, практических умений и навыков, которые необходимы для достижения профессиональной компетенции, разработку и апробацию метода преподавания иностранных языков на базе концепции культуры мира, разработку методологии, изучение межкультурного диалога в соответствии с концепцией культуры мира как основой для обучения специалистов в сфере иностранных языков, разработку принципов взаимодействия родного и приобретенного идентина. Понятие межкультурная коммуникация как важной категории компетентности и парадигмы иноязычного образования состоит в построении содержания образования. Межкультурная компетенция есть одна из важных основополагающих категорий новой образовательной парадигмы – показательность формированности человека, эффективно действовать в межкультурной коммуникации. Согласно рекомендациям структурным компонентам компетентной парадигмы, в контексте компетентной парадигмы обучающийся должен не только не просто практически овладеть иностранным языком как средство общения, а действовать как социальный агент, то есть как член общества, который способен исполнять определенные задания в определенных жизненных ситуациях и социокультурном окружении. Поэтому при обучении языку во внимание берутся также познавательные, эмоциональные, волевые и другие индивидуальные качества и умения, пользователя языка, как представителя социума. Знание и умения, которыми обладевает учащийся в процессе иноязычного образования, позволяет ему достичь определенного уровня развития коммуникативных компетенций, необходимых составляющих межкультурной коммуникации, с помощью которого формируется и его компетентность. Межкультурная компетентность дает… Есть отныр из основополагающих категорий новой образовательной парадигмы и показатель сформированности способностей человека. Межкультурная компетенция охватывает в основном онтологические и социальные аспекты становления личности, в то время как коммуникативные ее языковые и речевые способности. Межкультурное общение обуславливает пересмысление содержания традиционных целей обучения иностранным языкам. В этой связи Гальского определяет умения, которые должны овладеть ученики. Объяснять, усваивать, использовать иностранный язык в аутентических ситуациях. Расширять индивидуальную картину мира за счет привлечения к языковой картине. Как известно, умения и навыки познания и развития есть важные элементы формирования личности. Поэтому можно сделать вывод, что цель обучения иностранным языкам в контексте новой парадигмы иноязычного образования выступает интегративным целым, который влияет на личность обучающегося, его готовности, способности и личные качества, которые позволяют им осуществлять разные виды речи мыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с представителями других лингво-этносоциумов и их культурой. Возникло противоречие между инновационным характером современного процесса преподания странных языков и традиционным формулированием главных идей школьного обучения. Решение проблемы в соотношении целевого и компетентности подходов до построения содержания образования заключается в явлении изменения парадигм целевой на компетентность. Таким образом, при подготовке к леце используйте следующую литературу. Продолжение следует...